Друзья, всем огромный привет и сегодня наша с вами любимая рубрика Как обрабатывать? И сегодня мы с вами разберем обработку известного режиссера видеоклипов из США Креатива Райана 150 тысяч подписчиков на YouTube 68 тысяч подписчиков в Instagram Интересная, креативная, темненькая обработка городских фотографий и портретов И я зашел на его сайт, заглянул посмотреть, как он обрабатывает городскую фотографию Как он обрабатывает портреты И на его сайте можно найти пресеты, которые стоят от 5 долларов до 200 И, друзья, 200 долларов это стоит один пресет, это даже не набор И я заинтересовался этим пресетом, мне он очень понравился Потому что он такой минималистичный и достаточно простой, чтобы его повторить Итак, друзья, давайте разберем быстренько тонировочку Обратите внимание, какие интересные темные цвета И здесь на самом деле есть черный Но обратите внимание, он холодный Это не просто увели ползунки и добавили контрастности Здесь большую роль играет тонировка, при помощи которой получают такой интересный черный цвет Ну, далее что? Да, красные, желтые, оранжевые оттенки присутствуют И есть немного голубого Вот здесь на небе заметен голубой цвет И он немного, совсем чуть-чуть, уведен в сторону циановых оттенков Ну и все, если мы с вами полистаем дальше То давайте посмотрим Да, вот видите, фиолетовый полностью нивелирован Просто в ноль На этой фотографии также видно по кепке, что прям чуть-чуть немного оставляет синего цвета Ну и вот здесь небо еще раз нам подсказывает, что голубой есть, но его совсем мало А теперь давайте почитаем, как Креатив Райан сам описывает свой пресет Пресет придаст вашим фотографиям безумно темную мрачную цветовую гамму с теплыми оранжевыми красными оттенками Креатив Райан разработал этот стиль специально для своего инстаграм Ну и что, ребят, взломаем тонировочку? Ну а если ты впервые видишь это видео, то у меня для тебя есть немного полезной информации Здесь на канале ты найдешь более 300 обучающих видео по обработке твоих фотографий любых жанров и направлений Для удобства все ролики разложены по тематическим плейлистам На моем сайте в разделе пресеты тебя ждет подарочный набор, а также премиум пресеты уровня Pro В телеграм-канале ты найдешь бесплатные приложения по обработке фотографий и живой чат для общения А в группе ВК ты можешь размещать свои фотографии и делиться мнением с другими участниками группы На канале Дзен видео выходят немного раньше, чем на Ютуб Подпишись, если любишь быть первым А еще, друзья, вчера был Всемирный день фотографий И я от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником И желаю вам достичь в вашем творчестве тех высот, к которым вы стремитесь А в честь этого праздника я объявляю грандиозную скидку на большой авторский сет Дополнительные 30% Скидка будет действовать до 21 августа И если ты сомневался, то сейчас самое время принять решение и стать обладателем Самого большого набора пресетов с кучей дополнительных материалов А также бессрочной подпиской на все обновления и дополнения Все необходимые ссылки будут в описании к этому видео Ну а мы переходим к обработке в стиле Creative Rain Друзья, мы в Lightroom и оба файла, обе фотографии, с которыми мы сегодня будем работать Будут находиться в описании к этому видео Поэтому если у тебя нет похожей фотографии, с которой я буду сегодня работать Останавливай на паузу, скачивай снимки, загружай, открывай Lightroom И присоединяйся к обработке вместе со мной Итак, слева у нас фотография Райана Она маленького размера, поэтому слегка пикселит Но это абсолютно не важно Мы будем из нее извлекать тонировку, нам этого достаточно А вот справа фотография, это мое изображение И почему я его взял? Потому что здесь есть серый цвет Здесь есть немного голубого цвета И есть оранжевые и желтые оттенки В принципе, то, о чем и говорит Райан Нам самое главное создать пресет, который дальше мы будем применять Уже абсолютно к любым изображениям И, друзья, давайте сразу сделаем фотографию немного поярче Где-то примерно экспозицию я уведу Ну вот, остановился Плюс 0.81 Дальше мы сразу с вами добавим контрастности И где-то, пожалуй, это будет, наверное, ну вот пусть будет 32 Светлую область я уведу влево, но не до конца Остановлюсь на минус 90 Тени мы с вами проявим И где-то это будет примерно 76 Как вы видите, у Райана белый достаточно светлый Поэтому белый мы будем также с вами осветлять Уведем вправо и остановлюсь я, пожалуй, на значении где-то 42 Дальше продолжаем работать с контрастом И черный уводим влево Где-то примерно на минус 48 Давайте сразу добавим текстурки Сделаем более четкую фотографию Текстура плюс 10 Четкости я добавлю плюс 5 Плюс 5 И еще мы с вами добавим насыщенность Именно насыщенность, не красочность Красочность, видите, у нас добавляет больше синевы Синева нам не нужна Нам нужен такой нейтральный черный цвет Так, поэтому мы добавим насыщенности Но немного, буквально, значение 5 И теперь давайте мы сделаем температуру слегка потеплее Нам нужно получить нейтральные оттенки И давайте мы поставим температуру 7000 кельвин Итак, ребят, чтобы поработать с кривой Давайте мы сначала с вами сделаем виньетку Вот, как ни странно, пойдем вот таким вот путем Райан любит виньетки Мы с вами в пресете это тоже сделаем Но потом в будущем вы будете сами регулировать В зависимости от вашего вкуса Итак, значение я ставлю на минус 30 Центр я сразу сдвигаю полностью влево А округление, растушевку полностью вправо И мы получаем такую незаметную виньетку Но которая концентрирует наше внимание на центре снимка Потом, когда вы будете применять пресет Вы регулируете только значение Убавляете, либо понижаете значение виньетки Все, теперь давайте вернемся к кривой И построим с вами вот такую кривую Видите, у него такой слегка светлый черный цвет Поэтому мы точку черного немного приподнимем Итак, у меня значение первой точки будет Вход 0, выход 12 Следите за этими цифрами Далее давайте выставим вот эту точку Мы, как и говорит Райан Будем делать темненькую фотографию Безумно темный, как он говорит Так, вторая точка значения 141, 126 Теперь давайте поработаем с темной областью Выставлю я вот таким вот образом Вход 36, выход 27 Так, и следующую точку мы с вами выставим вот здесь И тоже немножко потянем вниз И у нас получается вход 92, выход 70 Далее мы с вами зафиксируем точку в средних светлых участках Она будет состоять у нас из следующих цифр Вход 193, выход 186 А белую немножко опустим, чтобы подрезать нашу гистограмму И убрать самые засвеченные области Это значение будет вход 255, выход 236 Вот, пожалуй, такое контрастненькое изображение Нам и нужно Оставляем его Идем дальше Теперь давайте поработаем с цветом И что мы с вами делаем Красного у меня тут почти нету Но я на предыдущих фотографиях экспериментировал Поэтому пока выставляю где-то 28 Красная тональность в сторону оранжевых оттенков То есть плюс 28 вправо Оранжевый мы наоборот приблизим слегка к красным оттенкам Сделаем его минус 13 Желтизну тоже уберем И сделаем ее в сторону оранжевых оттенков Двигая влево ползунок Где-то примерно на значение 45 Зеленый пропускаем Цвет морской волны пропускаем Синий уводим в сторону аквамарина Ой, не так сильно Где-то примерно на минус 15 Чтобы более точно работать с ползунками Удерживайте кнопочку shift Так ваши движения будут более плавные И фиолетовый полностью введем влево А пурпурный полностью вправо Теперь, друзья, переходим к насыщенности И уводим пурпурный полностью минус 100 Фиолетовый минус 100 Синий Синий давайте сделаем минус 80 Цвет морской волны минус 100 Зеленый минус 100 Желтый тоже ослабим Где-то, пожалуй, наверное, минус 41 Оранжевый я поставлю Тоже не такой насыщенный Ну, где-то, пожалуй, на минус 29 И красный По опыту других фотографий Я тоже уберу Сразу где-то примерно на минус 17 Вот такую мы с вами получили Черно-белую фотографию Но сюда еще нужно добавить тонировки Итак, друзья, переходим в цветокоррекцию Выбираем тени Теперь давайте насыщенность делаем побольше Где-то примерно вот я поставлю на 45 И теперь подберем красивую тонировочку Которая будет у нас находиться В районе 215 Да, и знаете почему? Потому что вот сюда влево Ниже 200 уже более зеленые оттенки Изумрудные Потом уже уходят в зеленый, в желтый А сюда мы двигаем Уже появляется фиолетовый По-моему, вот значение 215 Именно то, что нам нужно Это вот такой холодный черный цвет Ну, он сейчас не черный, да? Давайте дальше посмотрим Яркость не трогаем Так, насыщенность, конечно, мы же с вами уберем 45 оставлять не будем Мы поставим его значение Ну, вот давайте 15 Ну, да, черный стал у нас более холодный Но в нем чего-то не хватает И теперь давайте перейдем в средние тона Здесь мы с вами также насыщенность делаем побольше Подберем красивый цвет в средних тонах Который будет у нас где-то, наверное, 30 Он более такой нейтральный Но в то же время дает интересный оттенок черного И насыщенность немного понизим И сделаем его, пожалуй, 20 Теперь давайте поиграем мы с балансом Вот так в сторону холодных оттенков И так в сторону теплых оттенков И баланс я поставлю, пожалуй, где-то на 25 Смотрим, конечно, на исходное изображение Теперь давайте осветлим еще светлые участки Перейдем в света Здесь уже мы не будем трогать никакую тональность и насыщенность У него белый, чистый белый цвет Мы просто сделаем его слегка поярче Вот, чтобы фотография была более контрастная Более такая насыщенная Ну и где-то выставляем значение 20 Ну, может быть, поставьте 25 Посмотрите, как вам будет больше нравиться Ну и, друзья, чтобы насытить немного фотографии Мы давайте с вами перейдем в калибровку И насыщенность в синем канале Сделаем таким вот образом Где-то, наверное, на 25 Пожалуй, на этом все Давайте мы с вами сохраним этот пресет Назовем его Ryan в честь автора Теперь, друзья, смотрите дальше, что мы делаем Давайте вот здесь нажмите внизу кнопочку Выбрать все Вот, а теперь я вам покажу, какие значения нужно снять Снимайте галочки с обработкой профиль Отдельно баланс белого, экспозиция И кликаем создать Итак, мы создали с вами пресет Теперь давайте посмотрим, как он обработает другие изображения Вот давайте похожая фотография Применяем наш пресет Ryan Так, вот смотрите Теперь мы дорабатываем, каким образом фотографию Очень неплохо применился пресет Но я бы тут сделал похолоднее И когда вы работаете с кожей Смотрите, не перестарайтесь Потому что цвет на коже будет пропадать В некоторых участках Ну, наиболее подверженных этому значению Поэтому выбирайте такой баланс При котором сохраняется цвет кожи Но при этом фон Все то черное То, что мы сделали черным Чтобы оно не становилось слишком теплым Найдите такой баланс Давайте применим вот к этому изображению Ну, в общем, отлично Прекрасный черный цвет Но вот смотрите Здесь бы я сделал чуть-чуть похолоднее И, наверное, в этом случае Я бы добавил бы немножко цианчика Переходим с вами в цветокоррекцию И насыщенность в тенях Немного добавляем Ну, может быть даже и много Самое главное, чтобы цвет стал не очень холодный Он должен сохранять свою вот такую чистую Такую брутальную черноту И, ребят, давайте попробуем наложить пресет на ночную фотографию Там всегда есть некая особенность Вот, например, как здесь наложили мы пресет Ночная фотография И опять самое главное Это, конечно же, температура Баланс белого И давайте мы ищем с вами Удерживаем shift Чтобы были более такие у нас тонкие настроечки И вот теперь смотрим Чтобы у нас сильно не пропадали теплые оттенки Но при этом, чтобы асфальт становился более такой холодный Более темный Ну, и если мы хотим здесь добавить Вот прям такого темненького, как у Райана Делаем очень просто Либо сюда добавляем градиент И понижаем экспозицию Либо просто можно виньеточку подвигать немного влево И получить более темную виньетку А теперь давайте возьмем коллаж Райана И я в него подставлю своих парочков Получившихся сегодня фотографий И посмотрим, насколько мы попали в тонировку Как они гармонируют с оригинальными фотографиями Самого автора, самого креатив Райана По-моему, очень неплохо И не отличается от оригинала Ну вот, друзья, на этом все А если видео было полезным и интересным Не забудь отблагодарить лайком и подпиской Следи за новостями Тебя ждет еще много интересного и полезного А с вами, как всегда, был Серджио Желаю вам творческих высот Всем пока Добра и мира До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!